Ставрополь, 3 октября. Сквер возле администрации края. Театральная площадь. Это пятая гимназия. Красиво все сделано. Клумбочки еще в хорошем состоянии. Осенью в разгаре. В Саврополе очень хорошо ухаживают за клумбами. Видите, какие чудные клумбы. Ничем не уступают кисловодску. Пройдем сейчас в фонтанчик посмотрим. Город молодежный, студенческий. Много высших учебных заведений, средних специальных учебных заведений. Вот уже скоро выключать будут фонтаны. Вот уже последние денечки захватил. Вот этот хороший фонтан здесь рядом с театром. Подойдем к Жатой. Поливают цветы. Ну вот бывший мэр города. Рано ушел с этого света. Вот такой красивый скверик тут возле театра. «Какую?» Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Можно сказать, произошло окончательное разрушение Советского Союза Травмный день для нас Коммунистов Сейчас мы возложим Ленину цветы Был расстрелян Дом Советов Как его называют, Белый дом Ельцин незаконно Хотел Убрать Верховный Совет И назначил перевыборы на декабрь месяца 93-го года Конституционный суд Вот это воспринял нарушение законов В общем, противостояние Верховного Совета Депутатов Можно сказать С кликой Ельцина Разрушителем Советского Союза Который продался Америкосам И 3-4 числа Танки стреляли по Дому Советов Получилось противостояние Как говорится, социализма-капитализма Рыночная экономика победила Таким Мерзным Переворотом И получили то, что мы сейчас Получили То, что мы сейчас живем В какое время Когда Предатели, разрушив нашу родину Потом Сбежали К американцам Это касается Первый предатель Козырев Министр иностранных дел живет И ныне там в Америке Шварнадзе Был прежний Министр иностранных дел Все вот эти предатели Все эти предатели В конечном Счете Продолжали рулить И прекрасно знаете, что Бывшее первое правительство Во главе Касьянов Кудрин Чубайс Хлопонин 10 Короче, вице-премьеров Все сбежали То Европа В основном Израиль Что творится Сейчас Скажу только По одному моменту Момент тот, что Людей Кормят Ядовитой продукцией В виде Пальмового масла Отчего Онкология у нас Растет У детей рахит Заболевание костей В общем Согращение населения Которое многие И до пенсии не доживают Это большая трагедия Потом Увеличили выход Возраст выхода На пенсию Мужчина 65 лет Которого многие Не наживают И все остальное В общем В такой вот Сегодня Теплый день Денечек Такой траурный день Для нас Мы соответственно Против И цифрового рубля Что творится в крае У меня все на канале есть Я все размещаю Начиная От несанкционированных Свалов Которые Никто их не убирает Ни какой рекультивации Просто засыпает землю А деньги ложит по карманам Все это есть У меня на канале Творится полностью Грабеж страны Прекрасно знаете Какой у нас состав Министерства обороны И сколько Замминистров обороны Задержаны По данным По данным интернета Один из триллионов Украдено И не замечено было Ни Шойгу Ни Сердюкову Вот здесь Дума Старопольского края Находится Все разгарблено Все разворовано Вместо того Чтобы заниматься Укреплением нашей Боеспособности Противовоздушной обороны И тому подобное Происходил просто Грабеж Строили себе вилы И тому подобное Вот мы вышли На площадь Ленина Сейчас вот Эту правую клумбу Еще посмотрим Хорошая клумба Тоже Вот Ленин Сейчас мы придем Возложил цветы Вот такая ситуация Творится Мемориальное кладбище Кисловодска Находится в ужасном состоянии Я Передал Информацию Хотя они прекрасно Об этом знают Но все на это плевали Надгробие Рушится Валится уже много лет Делали ремонт В 2020 году Кисловодска Мемориального кладбища Но ремонт Почему-то До надгробия Не дошел Где деньги Зин Куда деньги ушли Короче Много вопросов Которые остались Без ответа Но мы ждем Ответ В любом случае Потому что Кочунство Которое творится На мемориальном кладбище Это просто ужас Ну А другой филитон По-кисловодскому Это Чтобы вы в курсе Дело были Было Афишировано Официально С администрации города Все у них Было Размещено На канале Открытие озера Которое Было закрыто Никто Официально Не подтвердил Ну Мэрия Сделала Пиар Свой ход Только на чьи деньги Если она сделала На свои деньги То это не целевое использование Ремонт продолжается На озере Где-то Закончится Только Зимой Наверное Декабре В январе Может быть Планировали Так Поэтому Роспотребнадзор Не давал Решение на купание В списках Озер не было Мне так ответили Что открытия Озера не было И хорошо Что это было 3 августа В Кисловодске Пиар Ну тогда должен был Мэр Моисеев На эти деньги На эти деньги Что он открывал Озеро На свои Должен был Расходовать Там большой концерт был Ну в общем Все это размещено На канале у меня Ну в общем Это Такое вот Короче безобразие Творится Этой Нынешней власти Смотрите мой канал Красное телевидение Ставрополь До новых встреч Друзья Из Ставропольского края